Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале в студии Анастасия Мосина и в начале об основных темах сегодняшнего выпуска. В 2018 году география проекта расширилась. Как будет проходить формирование комфортной городской среды в 2018 году? Об этом говорили на кустовом совещании, участие в котором приняли представители восточных территорий края. Несмотря на то, что ФАП достаточно небольшой размером, но современные технологии позволяют нам обслуживать заданное количество посещений. В Большой Уре открыли фельдшерско-акушерский пункт. Медицинскую помощь сельчанам будут оказывать фельдшер общей практики и две медицинские сестры. Уровень защиты флагманских программ в струнных проектах на Востоке на очень хорошем уровне. Восточный фарватер отгремел в Каннске. Сотни талантливых молодых людей съехались в наш город для того, чтобы показать, кто на что гораст. И теперь обо всем подробнее. На прошлой неделе был подписан контракт на строительство 21-й школы. Торги выиграла красноярская фирма СТМ. Строительство нового здания для учебного учреждения обойдется почти в 377 миллионов рублей. 23 октября прошел электронный аукцион по этому объекту. Победителем признано ООО СТМ. Жалобы в антимонопольной были, но они признаны необоснованной. В начале следующей недели должен быть заключен контракт на выполнение этой работы. Заказчику, которым выступает Управление капитального строительства Красноярского края, было непросто найти того, кто воплотит проект по строительству зданий образовательного учреждения в жизнь. Торги несколько раз переносили. Причины возникали разные. То проблемы с документацией, то у специалистов появлялись вопросы к качеству материалов, то антимонопольную службу не устраивает подрядчик. Согласно заключенному контракту, строительство школы должно быть завершено до 1 декабря 2018 года. На первом этапе подрядчику предстоит освоить около 54 миллионов рублей. В Канске обсудили благоустройство. На кустовом совещании, участие в котором приняли главы территории восточной зоны Красноярского края, собравшиеся говорили об итогах реализации проекта формирования комфортной городской среды в 2017 году и о приоритетных направлениях программы на 2018 год. Уже сейчас координаторы проекта начинают большую организационную работу. Канск дал старт серии кустовых совещаний. Встречу возглавил депутат законодательного собрания Александр Новиков. Как отметил парламентарий, основное внимание в будущем году должно быть уделено вовлечению граждан в обсуждение и участие в проекте на всех этапах его реализации. В 2018 году география проекта расширилась. Если в прошлом году у нас принимало участие только 17 городских кругов, в этом году в рамках благоустройства дворов принимают участие 44 муниципальных образования, а в рамках благоустройства общественных пространств 27. И вот сегодня мы в Красканске собрали те территории, которые участвуют в реализации проекта в рамках благоустройства общественных пространств. Кроме этого, участие в совещании приняли архитекторы. Они приехали для того, чтобы поделиться с местными специалистами в области строительства с тенденциозными идеями. Ключевой принцип программы проекта формирования комфортной городской среды – это то, что среда действительно должна измениться в лучшую сторону. Практика этого года показала, что далеко не во всех территориях благоустроенные объекты после реконструкции стали выглядеть лучше. Теперь голосовать за общественное пространство жители городов и районов края смогут на официальном портале проекта 24 благоустройства.рф. Голосование стартует 25 ноября и продлится до 17 декабря. Жителям нашего города предстоит выбрать одну из представленных зон, на благоустройство которой выделят средства из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Напомним, в этом году в Каннске начали благоустраивать городской парк и привокзальную площадь. Вероятнее всего, именно они возглавят список, но проголосовать за них необходимо жителям. Известно, что финансирование будет в тех же пределах, что и на первом этапе программы. На реконструкцию общественных пространств в Каннске ушло порядка 20 миллионов рублей в этом году. В селе Большая Ури открыли ФАП. Специалисты фельдшерско-акушерского пункта готовы принять жителей села и близлежащих территорий в новом здании, расположенном в нескольких метрах от старой амбулатории, куда планируют перевезти детскую школу искусств. Татьяна Лисогор расскажет, какие услуги будет оказывать новый ФАП. Красная лента перерезана и новый фельдшерско-акушерский пункт готов принять пациентов. Получателями медицинской помощи на данной территории в основном являются жители села. Численность Большой Ури – 1200 человек. Несмотря на то, что ФАП достаточно небольшой размером, но современные технологии позволяют нам обслуживать заданное количество посещений пациентов за заданное количество времени, что позволит избежать сумятицы, столпотворения. В маленьком помещении нового ФАПа удачно сконцентрировано все то, что так необходимо жителям села с медицинской точки зрения. Здесь имеется процедурный кабинет, кабинет приема врача, где также можно измерить рост, вес и давление, и прививочный кабинет. Медицинскую помощь сельчанам будут оказывать фельдшер общей практики и две медицинские сестры. Аптечный пункт пока останется в здании амбулатории. Для удобства пациентов новое оборудование – гинекологическое кресло, ростомер, весы для взрослых и новорожденных. Электрокардиограф для снятия электрокардиограммы прямо на прямую работа с крововыми специалистами для уточнения диагноза и дальнейшего введения больного. Имеется также у нас кушетка функциональная, она поднимается, опускается. Имеется у нас аппарат для измерения артериального давления. Имеется кардиачек, в котором мы измеряем глюкозу и холестерин. Непосредственно смотреть, какой уровень сахара в крови. Вопрос о строительстве нового ФАПа и переносе в здание старой амбулатории детской школы искусств решался около четырех лет на разных уровнях власти. И, наконец, полдела сделано. То здание перейдет к нам в район, мы его будем использовать для школы ДШИ, где будут увеличены кружки, будет количество детей увеличено в два раза. Сегодня около 86 человек учащихся, надеемся увеличить два раза. Так что откроются новые кружки. На строительство нового ФАПа ушло порядка миллиона рублей. Его возвели за четыре месяца в рамках краевой программы по развитию здравоохранения. По этой же программе фельдшерско-акушерские пункты были открыты в Аманаше и Верхнем Аманаше, Ашкауле и Терском. До конца года ФАП должен появиться и в Красном Маяке. Всего в этом году на возведение ФАПов в Красноярском крае было предусмотрено финансирование в объеме больше 53 миллионов рублей. Татьяна Лисогор, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. На 82-м году жизни скончалась Валентина Павловна Склеренко, отличник народного просвещения, ветеран педагогического труда, посвятившая развитию образования в Канске большую часть своей профессиональной жизни. Еще в детстве все окружающие видели Валентине Павловне педагога. После школы она легко поступила в Красноярский педагогический университет. Все экзамены сдала она отлично и спустя 5 лет закончила геолога-географический факультет. Три года по распределению проработала в Новокомолинской средней школе. И молодого специалиста уже тогда готовили к роли завуча. Но переезд заставил сменить место работы, и завучем она стала в другой железнодорожной школе. Этой работе Валентина Павловна посвятит 10 лет. Далее в ее послужном списке еще несколько учебных заведений, коллективы которых она возглавляла. В 1982 году в связи с переводом мужа на другое место работы, семья Валентины Павловны переезжает в Канск. Сама же она получила назначение на должность директора школы номер 17. Работала директором школы номер 17, директором школы номер 7, гимназия 1. И с 1995 года она работала специалистом в управлении образования, отвечая за самый важный и ответственный участок – это работа с общеобразовательными организациями. У нас в памяти, у нас у руководителей образовательных организаций, с кем работала Валентина Павловна, она останется в памяти как чуткий добрый человек, который согревала своим теплом и вдохновляла на решение самых сложных и трудных задач. В Канском образовании она получила признание как активная творческая личность, как руководитель, способный решать сложные задачи, отстаивать свое мнение, видеть перспективу дальнейшего развития образовательного учреждения. В последние годы Валентина Павловна находилась на заслуженном отдыхе, почти полностью уделяя время семье, но также активно вела работу в составе Педагогического совета ветеранов. Прощание с ней состоится 15 ноября в Зале прощания по адресу Владимирская, 3, с 14 до 15 часов. Сразу после короткой рекламы репортаж с площадок Восточного Фарватера. Какое место заняла творческая команда Канска? Также о том, как прошло первенство по боксу, приуроченное к дню сотрудников ОВД. И предварительный прогноз синоптиков на неделю. Не переключайтесь. Стоматологическая клиника «Стоматолог и я» – это качественный сервис, высококвалифицированные специалисты, современное оборудование и европейские протоколы лечения, все виды стоматологической помощи, индивидуальные наборы и сертифицированные препараты, визиография, детский кабинет. Семейная клиника нового поколения «Стоматолог и я». Доверьте нам свою улыбку. Сотрудникам МЧС вручили жилищные сертификаты. Денежные сертификаты на сумму от 1 миллиона 800 тысяч до 3 миллионов 600 тысяч рублей в зависимости от состава семьи получили сотрудники и пенсионеры МЧС из Красноярска и Канска, в числе которых бывший начальник 10-го отряда ФПС Сергей Железнов. Начальник главного управления Евгений Вершинин поздравил будущих новоселов. Все они состояли на учете как нуждающиеся. Выделенные средства помогут им решить свои жилищные проблемы и обрести квартиры, позволяющие комфортно жить всей семье. Сергей Николаевич Железнов в системе МЧС проработал без малого 39 лет. Его трудовой путь начался в качестве инспектора Госпожнадзора. Ушел на заслуженный отдых, будучи начальником 10-го отряда ФПС. С 1982 года я встал на очередь при переводе в город Канс. Написали заявление, еще не было сертификатов. Просто мы встали на очередь на жилище. И с тех пор менялись власти, менялись отношения. Но при выходе на пенсию настал этот день, когда вспомнили о нас. И все-таки благодаря усилию отдела главного управления МЧС нам вручили пенсионерам эти подарки. Имея за спиной богатый опыт в пожарном деле, Сергей Николаевич и на пенсии нашел для себя занятие. Он стал пожарным консультантом, получив свидетельство и пройдя аккредитацию на данный вид деятельности. В его полномочия входит оценка степени пожарной опасности объектов. Работает он в тандеме с организацией противопожарной системы защиты. Сергей Николаевич, отслуживший пожарной охране, он работает водотворно сейчас. И мы работаем бок о бок. Этих нет у нас разногласий. Ранее функции аудита и установки противопожарных систем выполняли государственные структуры. Теперь, чтобы разгрузить службу МЧС, эти обязанности на себя берут частные организации. Оба руководителя в прошлом пожарные, поэтому в этом деле профессионалы. В одном здании можно получить консультацию, договориться об установке и монтаже пожарной сигнализации и даже испытать качество огнезащиты. Для этого здесь открыта собственная лицензированная лаборатория. Получить более подробную информацию о деятельности данных организаций можно по номеру телефона 22203. Ольга Ванеева, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Инициативная молодежь восточных районов края встретилась на самом масштабном краевом проекте «Новый фарватер». Сотни молодых людей в возрасте 14 лет и старше продемонстрировали свои таланты на каннских площадках. О том, кто одержал победу и забрал главный приз фестиваля, расскажет Анастасия Трикос. Тысячи участников, десятки городов и районов Красноярского края, фестивалей и конкурсы по самым актуальным направлениям современной молодежной культуры – все это «Новый фарватер». Проект уже не первый год объединяет самых активных молодых людей региона. В каждой из зон региона организаторы выбирают оператора, на чьей территории пройдут мероприятия. В этот раз эстафетную палочку и право принимать гостей со всего востока края получил «Канск». На самом деле всегда приятно приезжать в восточную группу районов, особенно в Канске, здесь очень хорошо, тепло встречают. Но надо говорить, что в принципе уровень защиты флагманских программ, инфраструктурных проектов на востоке на очень хорошем уровне. Большим вниманием пользовались творческие конкурсы. В рамках двухдневного фестиваля на базе городского Дома культуры состоялись выступления ребят по нескольким номинациям, среди которых стрит-данс, брейк-данс, искусство фотографии, театр, битбокс и рэп-музыка. Занимаюсь я уже четыре с половиной года. Фарватер – это место, где можно набраться опыта и поделиться своими мыслями с людьми. Сюда меня привело желание именно поделиться своими мыслями, чтобы люди узнали о том, что я думаю. Помимо различных творческих номинаций и мастер-классов, в холле ГДК был представлен корпус всероссийского проекта «Научись спасать жизнь», где каждого желающего обучили навыкам оказания первой медицинской помощи. И выставка роботов, представленная техниками из Иландского района, которые самой важной своей работой признают собственноручно изготовленный 3D-принтер. Делал я его достаточно долго, в течение года, наверное. Сначала чертил чертежи, потом эти чертежи отдал на завод, там уже вырезали детали и в последующем собрал. Завершился фарватер в Канске большим гала-концертом, в котором участвовали не только те, кто все два дня соревновался в различных конкурсах, но и гости со столицы региона. На закрытии фестиваля члены жюри подвели итоги и огласили имена победителей во всех номинациях. Самое большое количество наград досталось ганской молодежи. Переполняют, конечно, эмоции, гордость за своих ребятишек, потому что в отсутствии меня они это сделали, они вышли и порвали эту номинацию. Просто крутые, я ими горжусь безумно. Сам проект обалденный. Это реально, просто реально можно показать молодежи, на что они способны. Спасибо фарватеру. Happy Feet! Ура! В общей командном зачете тройку лидеров открыла делегация Иландского района. На второй строчке рейтинга расположились зеленогорцы. Первое место завоевали хозяева восточного фарватера, команда Каннска. Главным призом за победу стал сертификат на 60 тысяч рублей. Следующим зональным этапом проекта станет «Северный фарватер», который пройдет 18 и 19 ноября в Лесосибирске. Анастасия Трехос, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск». Далее о спорте. В Каннске состоялись соревнования по боксу, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел. Это первенство для города является традиционным. Его участниками в этом году стали 70 юношей в возрасте 10-14 лет. Молодые спортсмены представляли на ринге восточные районы края и соседнюю Иркутскую область. Подробности сообщит мой коллега, корреспондент телеканала «Енисей» Леонид Юрков. Состоявшееся открытое первенство города по боксу стало юбилейным, десятым по счету. В ринге совсем молодые спортсмены. Большинству из них еще нет и 14 лет. Участников соревнований в сегодняшний день 70 человек, то есть будет 35 спаррендов. Люди приехали к нам из Тосеева, из Абана, из Тайшета Иркутской области. То есть вся близлежащая к нам территория. Гости из Иркутской области на соревнования приезжают почти всегда. Ведь это возможность не только проверить своих юных бойцов, но и поздравить сотрудников полиции с профессиональным праздником. Спасибо вам, я вам всем желаю здоровья, счастья и желаю, чтобы наши дети занимались спортом, не именно боксом, лыжами, бегом, гимнастиком, шахматами. Здоровая молодежь – это залог нашего государства, это сильная рабочая сила, это позитивный взгляд, это хорошая семья, хорошие дети, это Россия. Эти мальчишки в ринге выбрали именно бокс, потому что в будущем мечтают стать настоящими мужчинами. Соревнования мне очень понравились, много участников, много городов приехало. Почему я занялся этим видом спорта? Так как он является самым популярным, он является мужским видом спорта. То, что стоять за себя можно, да и наград много. Всего на соревнованиях было разыграно более 30 комплектов медалей. Большинство из них завоевали хозяева первенства. Представители Каннской детско-юношеской спортивной школы «Олимпиец». Леонид Юрков, Александр Минеев. Новости. Облачное тепло. Каннцев на этой неделе ждет переменчивая погода. По данным портала гесметия.ру, днем во вторник в городе минус 7 градусов. Ночью до минус 14. В среду существенно похолодает. Столбики термометров покажут минус 11 днем. Ночью ожидается до минус 16. Самое холодное станет ночь четверга, когда температура воздуха опустится до минус 21 градуса. В четверг минус 15. В пятницу в городе резко потеплеет. Столбики термометров днем покажут всего минус 3. Ночью минус 15. Выходные также порадуют горожан теплой погодой. До плюс 1. Ночные температуры на выходных будут комфортными. Минус 6, минус 7 градусов. В течение всей семидневки в городе будет идти снег. Сразу после небольшой рекламы актуальный прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. Свежие выпуски новостей и главные темы дня смотрите на нашем YouTube-канале. С вами была Анастасия Мосина. Всего доброго и до свидания. Спрос на кредитование в России сегодня стабильно растет и не собирается останавливаться. Средний размер выданного кредита составляет около 100-150 тысяч рублей. Однако нередки случаи, когда для решения амбициозных задач человеку требуются большие суммы. Каковы сегодня кредитные пределы для обычного гражданина? Спросим об этом экспертов. Сегодня в Банке Восточном мы предлагаем достаточно новый для нашей страны продукт – кредит под залог недвижимости. Если клиент располагает любой собственностью, будь то квартира, дом, участок, склад и так далее, он может получить до 30 миллионов рублей в кредит под залог этой недвижимости. Этих сумм вполне хватит для решения большинства задач, которые может поставить перед собой человек. От ремонта и отпуска всей семьи до начала собственного небольшого бизнеса. Но возникает вопрос – что происходит с недвижимостью, которая выступает залогом? Ответ прост – все так же остается в собственности заемщика. То есть он продолжает жить в своей квартире, ездить на свою дачу и обрабатывать свой участок. Финансовый сектор находится в постоянном развитии, предлагая своим клиентам новые продукты. И как мы видим, в банке «Восточный» каждый сможет найти продукт под свои запросы. Здравствуйте! С вами Татьяна Каркешко. Я расскажу вам о погоде в Каннске. Партнер прогноза погоды на пятом канале – магазин цветов «Мама Роза». «Мама Роза» напоминает о приближающем дне матери и приглашает вас за красивым букетом. Поздравь маму, пусть она почувствует вашу любовь. Спонсор прогноза погоды – компания «Гобис». Реализуем свинину в тушах и полутушах, паленую и шпарную, охлажденную и замороженную, без кости и на кости. Сало соленое. Автовикам, рынкам, магазинам, кафе и ресторанам. Особые условия. Комсомольская 1А. Прогноз погоды представляет магазин детского питания «Малышням» у Рицкого, 17. «Малышням»! Мы открылись! У нас большой ассортимент детского питания и все для личной гигиены малышей. Низкие цены. Действует доставка от покупки на сумму полутора тысяч рублей. Дисконтные скидки. Мы находимся по адресу Урицка, 17, территория базы «Рембыттехника». Теперь о том, какая погода ожидает нас в ближайшие сутки. 14 ноября пасмурно, снег, ветер юго-восточный, 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Температура ночью минус 11, минус 14, днем минус 7, минус 9. Радуйтесь каждому мгновению и оставайтесь всегда в отличном настроении. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова